Так, ну что, время у нас 5.45, Московская, а не Московская у нас 6.45, Кутаистская, Кутаистская. Через 200 метров круговое движение, второй съезд. Мы выезжаем из отеля Холливуд в Кутаисе. Великолепно, я выспался прям хорошо. Прям так поспал на свадьбе. Вот, поспал. Отлично. Отдохнул хорошо. Хорошо, конечно, подольше, но, в принципе, и так тоже очень даже себе неплохо. Два километра. Вот, сейчас мы едем в сторону границы. И, соответственно, сейчас я еще хотел, вот здесь у нас была пекарна. Открыта она или нет? Если открыта, хотел купить хлебушку. Она только-только открывается. Значит, там еще хлеб, вот, вчерашний. Ну, значит, не сыхла. Что ж так потеет-то все? Видимо, дождь, что ли, на улице было. Машина запахела. Так ладно, все, надо было. Закрываемся. Вот, переночевали. Замечательно. Поспал хорошо. Есть нюансы, которые, как бы, не устроили. Вот. Это то, что... Что ж, твою мать, такое-то все пакет. Я, вроде, не пил вчера. Только ел. Вот. Нюанс такой, что номера, в принципе, нормальные. Я говорю, есть какие-то вещи, которых не хватает. Не хватает, например, в номерах полотенец у них. Их нет, как говорится, от слова совсем. Да, все эти карни, видимо, еще закрыты. Ну, ладно. Вот. От слова совсем нет полотенец. Это первое. Второе. В моем номере был либо верхний свет, либо никакого. А верхний свет был, нельзя выключить, как в отелях делается. Выключение верхнего света дублируется на выключателях, которые около кровати. Вот. Тут такого нету, естественно. Ну, это как бы мини-отель семейный. То есть это не делалось, не делалось именно для того, чтобы это было как в гостинице строить. Просто частный дом, который переоборудовали в гостиницу. Вот. Соответственно, очень неудобно было. Я пробовал с телевизором, но с телевизором тоже темень такая. Вот. Жуткая. Ну, а так переночевали хорошо. Поспал я прям замечательно. Я прям несколько раз просыпался, но засыпал так сладко и прям прекрасно. Через 600 минут вы верните налево. Уже, в принципе, достаточно привык я к, что называется, ночевкам. в несвойственных себе местах. Вот. И сплю вполне себе неплохо. Так, делись нам налево. Понятно. Так, здесь нам сейчас самое главное в каком-нибудь джеке не попасть. Вот. Вот. Прямо 5 километров. Ну, все. Вот. Что ж так потеет стекло-то? Вот. Вот. Дыньки привезли. Опять на приюще встать. Вот. И, соответственно, вот так. Вот. Ладно. Продолжаем движение. Видимо, еще не проснулся, чтобы, как говорится, что-то там внятное наговорить. Все. Так. Ну что, выскочили мы на более-менее свободную дорожку. Ну, она более-менее свободная. Немножко так, типа, размять мускулы перед проездами по всем этим мужчинам. Вот. И, соответственно, что хочу сказать. Понял, почему все запотевало. Там такой туман был, только что мы ехали. Там даже поснимать было не это самое, но он реально там. Вот. И, соответственно, что хочу сказать. Сегодня пока что я планирую до... чуть изменить свою сегодняшнюю... ну, как бы, обычное место ночевки. Пока планирую. То есть, я обычно ночевал в Панораме. Вот. Но... не знаю. Я попробую, если все пройдет хорошо. Дорога без, как говорится, без геморроев. Граница пройдет в нормальном режиме. И везде. И в России. И все. И не будет каких-нибудь ривней, там, и всего остального. То, в принципе, я хочу сегодня проехать чуть побольше, чем обычно. Чтобы немножко сократить завтрашний маршрут. Потому что завтра, конечно, тысяча почти пятьсот километров не хотелось бы ехать. Поэтому я сегодня поставил... Там я нашел одну гостиницу в районе Кущевской. Станицы. Станицы Кущевской. Ну, Кущевская, я не знаю. Населенный пункт. Вот. Нашел гостишку там. До нее мне показывает навигатор 970 километров. Вот. И прибытие показывает 2154. Но, я так понимаю, 2154 это исходя из того, что 2154 по местному режиму. То есть по российскому, по идее, будет 2054. В принципе, отлично. В принципе, отлично. Если все так получится, как показывают, то это будет просто великолепно. Вот. Сейчас 6701 местное время. 7.11. Здесь должен быть рассвет. Похоже. Похоже. Денек сегодня обещают. Здесь теплый. До 26. Солнечный. Без осадков. Но, во всяком случае, в районе Кутаиси. Мы, конечно, отсюда сейчас с достаточно высокой скоростью удаляемся. Ну, не знаю. Посмотрим. В принципе. Хотя впереди вот там облака. Не хотелось бы дождя. Вот. Что хотел сказать. Надеюсь, что у меня камера сегодня не сключит на перевале. И я его засниму. Потому что в прошлый мой проезд, когда я сюда ехал, я не знаю, по-моему, я уже говорил, что камера у меня, которая пишет в таймлапсе, что-то вдруг крякнулось и, короче, ни черта не записало. Почему-то. Не знаю, почему. Я сейчас, конечно, ее так проверяю, периодически пишет, что-то не пишет. Может, отключилось чего-то. Может, от тряски вырубилось. Не знаю. Может быть, отошел провод зарядный, и она типа перестала заряжаться. И села просто. Не могу и сказать, но факт остается фактом. Я не записал. Надеюсь, что сегодня запишу. Это первое. Вот. Второе. Будет дальше. Наверное, да. Пока двигаемся мы в сторону. Ну, сейчас пока направление у нас в Белисси. Ну, в Белисси мы, конечно, не заезжаем. Проезжать будем стороной. Белисси. С этой стороной будем проезжать. Заправок у меня на Грусинской стороне не запланировано. Вот. А вот заехать на какой-нибудь пидстопчик, купить что-нибудь, куснуть, попить, наверное, вполне да. И еще, конечно, я хочу подарок купить Шотти. Вообще, если будет Лубиане, то вообще будет идеально. Вот. Но Шотти обязательно хочу купить один, может даже два. Я точно знаю, где его продают и где он, скорее всего, будет. Это на Перевале. Крестовом Перевале. Вот. Там я даже тогда покупал очень вкусный. Там такой дядька колоритный его продает. Огромный такой. Лапы, как у медведя. Два лари. Два лари. Два лари. Я говорю, спасибо. Прям тепленький был. Вот. Если нигде не куплю, то там куплю даже, может быть, три или четыре. Прям он очень вкусный был. Вот. Но, я думаю, что по дороге что-нибудь не будет. Ну, либо, может быть, какой-нибудь кучиповчик куплю. С сыром. Вот. Надо иметь в виду, что вот на этом отрезке заправки есть. И цена у нас на 4,15. Ни хрена себе стоит здесь солярка. А 4,15 если брать по курсу, по которому я менял, это почти 100 рублей. Без 96 рублей литр. И кисло. То есть, в Турции даже с учетом того, что я криво менял лиры по кривому курсу. И здесь в Грузии, где в хорошем курсе меня рубли на лире меняли. Ну, рубли на лиры меняли. А по кривому курсу. Так, вот здесь сколько у нас? Да, 4,09. Вот дизель. Типа для этих самых. Для легковых. Вот. И, соответственно, все равно в Турции дешевле. И, конечно, жалко, что я не успел попользоваться картой Миру с Турцией. Вот. В результате. Слава Богу, кстати, что я взял с собой кэш. Это вот да. Потому что вчера, как жена меня называет, я мужик какой-то предусмотрительный. Вот. Потому что вчера, например, на границе выписали мне штрафы, которые непонятно за что в этой самой ни хрена не указывали. Я отправлял подруги, знакомые, ну, подруги, сотрудники. Не знаю, как подружки, наверное, будут считать так. Хорошей знакомой моей жены. Жене отправлял. Она отправила ей, которая в Турции живет, перевести хотя бы что там мне написали. Ни хрена. Типа, а за движение. Какое движение? Куда движение? Почему вот типа два штрафа у меня? Вот. Где я их получил? Ну, дружок, я так понимаю, скупать не собирается, да? Ну, да. Ну, ладно. Вот. Меня два раза сфоткала камера. Это факт. Абсолютно. Вот. Может быть, это оно и было. Прямо именно прям. Фым-фым. Сфотографировала. Ну, значит, надо будет иметь в виду. Ну, просто непонятно, как бы, сфоткал, то она меня сфоткала. Но, как говорится, за что и как камеры находить? Вот это тяжело. Вот. И к вопросу о том, что вы говорите, тяжко тебе будет в Турции свои движения. Ну, в общем, наверное, да. Но, с другой стороны, я думаю, что я понарушал гораздо больше. Вот. Что там с камерами, не знаю. Может быть, это за повторное нарушение. Может быть, слишком сильно превысил. Ну, вот, я говорю, у меня один штраф на 300 лир. А другой на 1300 лир. То есть... Вот. Как-то так. Ладно. Продолжаем движение. Опять я наболтал очень много. Будем надеяться, что все будет нормально. Ну. И... Будем надеяться, что... Бутылочки скрипят с водой. О-о-о-о-о. Что? Все? Все. Я понял. Ну, вот, как-то так. Недолго плакала старушка в высоковольтных проводах. Ладно. Пока выключаемся. Будем надеяться, что все это снимется. Пока. Так. Ну, что. Мы доехали до... Наверное, самого... Ну, наверное, самого геморройного участка маршрута. Сегодняшнего нашего. Пока что. Я так думаю, что это, наверное, самый геморройный. Вот. Смотрите, какое строительство идет. Я когда ехал тут, сюда, этого ни фига не было видно. Потому что шла Ливенюга и темень была ужасная. Вот. И там показывал мне, что 58 километров. У меня вот это... На вот такой дороге, по-моему. По-моему, 58 километров. Я помню, как я здесь в прошлый раз мучился. Мы ехали это дело, по-моему, часа два с половиной. Просто жесть. Был дождь. Была какая-то трафика. Все остальное. Вот. Сейчас я что-то пока тык-тык-тык. И уже остается 43. Не знаю. По-моему, все-таки это до окончания вот этих вот всех чпжей. Вот. И насколько же приятнее ехать здесь. Во-первых, когда нет дождя. Во-вторых, когда светло. И, в-третьих, когда нету трафика такого. Потому что еще рано все-таки. Местное время 7.30. Еще народ только-только-только просыпается. И сюда еще никто не доехал. Вот. Это, что я хотел сказать первое. Это очень-очень прикольно. Вот. А второе, я еще хотел сказать. Поговорить по поводу того, что я говорил тогда. Только что я говорил первое. А вот второе. Второе, это то, что я хотел говорить про Грузию. То есть, я вот сейчас еду, и мне попадаются там машины с украинскими номерами. С Батуми процентов, ну не процентов, не знаю, процентов не будем говорить, но очень много русских номеров российских. И очень много россиян. Просто вообще. Я когда вчера был в магазине, покупал венчик. Вот. В подарок. И просто неимоверное количество российских россиян стоит в этом самом. Все, конечно, как я уже говорил, что, ну я вчера говорил, да, что такие, как сказать, продвинутые ребята. Которые мне не совсем приятные в России, да и здесь тоже. Ну, в общем, здесь ладно. Я просто хотел выразить респект грузинам, да. Вот. Как бы, несмотря на то, что всю ситуацию, которая сейчас у нас вот творится в мире, да, то есть вроде как, ну, нехорошая ситуация, скажем так. В любом случае нехорошая ситуация, там вся эта операция, все остальное, ну, это плохо. Насилие и, как сказать, вот эта вся, когда люди не могут договориться, начинают договариваться, когда как договориться, дипломаты молчат, начинают разговаривать в ушки. Вот. Это, конечно, категорически плохо. Вот. Но, ну, как бы, что случилось, то случилось. Мы живем в это время и, в общем, как любые люди, как любые человеки, надо приспосабливаться к нынешней ситуации. Вот. И что я хотел сказать, что грузины в этом отношении красавчики. Они не стали как, хотя вроде бы раньше грузинская сторона очень, как говорится, так колко била себя с Россией. И даже еще до всех событий 2014 года с Крымом, до этого, то есть там было все очень так, ну, как я говорю, да, не гладко, а шершаво. Вот. Сейчас, тем не менее, грузины принципиально не стали закрывать нам границы, принципиально не объявляют нам никаких санкций. Ну, какие-то санкции, которые, как бы, существуют, которые они не могут, как говорится, не объявить. Они, конечно, в них участвуют, но участвуют так, ну, типа, ладно, от этого мы уже не уйдем, хорошо. Ну, ладно, от этого мы уже не уйдем, хорошо. Но при всем при этом не закрывают границы. Да, конечно, нет пока прямого его сообщения, помой ему, хотя, может быть, уже и открылось. Вот. Но факт, вот, типа, отсутствие тех санкций, которые, как бы, как являют многие-многие страны европейские, да не многие, а все практически, вот, здесь в наличии. И, соответственно, они на этом стригут такие бабки и молодцы, в общем, правильно делают. Почему нет? Вот сейчас, допустим, в связи с мобилизацией сюда ломанулось там 100-200 тысяч россиян. Они же приехали явно не с пустыми карманами, правильно? Они приехали здесь все равно тратить деньги на то, чтобы жить, на то, чтобы снимать жилье, на то, чтобы покупать продукты, на то, чтобы... Может быть, даже кто-то и работать будет, почему нет. Вот. И все это все равно идет в казну государства, в плюс. Вот. Что люди там в том же самом Батуми, сезон вроде закончился, а там вообще просто ажиотаж. Потому что люди понимают, что там, например, какая разница по-хорошему, где жить в Батуми или в Билиси, в общем. А в Батуми вроде как сейчас низкий сезон, соответственно, понизили сцены на аренду жилья, на аренду апартаментов, там еще чего-то. И, соответственно, народ ломанулся туда. Потому что даже я вчера вот в Кутаиси, в том же самом, опять же, в отеле, где я был, эти хозяева говорят, да, у нас тут все хорошо, у нас народ приезжает, русских будет много. При мне чувак в этом отеле из Питера был, что вот они приехали, но он так обтекаемый говорил, мы посмотреть в Тбилиси, приехали 22-го числа. Я говорю, ну да-да, я понял, 22-го. Вот мы там 2-3 дня пробыли в Тбилиси, сейчас приехали сюда. Ну и, в общем, вот так вот. Короче, смысл в чем? Смысл в том, что молодцы, грузины правильно делают. Они поступают сейчас примерно так же, как поступал всегда Лукашенко. Когда все перекрыто, никаких прямых рейсов, ничего. Мы чик-чик-чик, у нас все хорошо, прилетайте, у нас тут самолеты летают. Когда пандемия закрылся, весь мир ничего не летал, Галрусия сказала, а мы вертели мы на этом самом, как на жезле, все санкции, все закрытия, все перекрытия, все локдауны. Нафиг надо. Приезжайте к нам, у нас поезда ходят, самолеты летают, все открыто, страна, вообще никаких проблем. Тоже бабло, чтобы на этом, я думаю, поднялись только. И, соответственно, как говорится, и продвинули свою как страну, как достаточно открытую. Все равно люди как бы там, политики чего не говорили, что Белоруссия там все это плохо, это говно, это там диктатура и все остальное. Но люди обычно все равно понимают, что диктатура не диктатура, но там хорошо, там тот же самый Иран, там все говорят, плохо вообще, все, все, все плохо. Ну, те, кто ездит, вон у меня у жены чувак съездил в Иран, говорит, это просто лучшая страна, это такая классная, такая интересная, такая красивая, такая замечательная. И просто надо ехать туда и все, и все, и все, и все отдыхать. И вот сейчас, кстати, вчера, по-моему, Мишустин говорит. О чем мы с Ираном, поскольку у нас основные, как говорится, страны, у которых какой-то туман. Основные страны, у которых побережье Каспийского моря, это Россия и Иран, по-моему, если мне память не изменяет, да? Что мы, говорит, Каспийское море не используем как туристическое? Давайте строить отели, давайте делать сюда. Мы здесь можем в год миллион, а то и полтора миллиона человек принимать на туризм. Правильно делают, потому что это бабки, это живые бабки, это надо вкладывать, это стратегия. Вот, так что вот такие вот дела. Все, пока все вот на этом. Может быть дальше будет еще что-нибудь интересненькое, расскажу. Все, пока-пока. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Осталось нам 19 километров этих, как говорится, буераков. Вообще, все ущелье перекопали, конечно, перелопатили. Не знаю, сколько они еще будут лет здесь все это делать. То есть эти 60 километров такой трассы, это достаточно долгое, как говорится, занятие. С учетом того, что, ну, в общем, финансовые возможности и другие возможности у грузин. Как бы там я их не, как говорится, превозносил, все остальное достаточно ограничено. Но вот здесь вот уже вот одна сторона построена этих туннелей. Вот. Пока здесь, правда, конечно, движение в обе стороны осуществляется. Ну, вот параллельно строится еще одна нитка. И, соответственно, по ним уже потом пойдет движение. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Но перекопано вообще все просто. Здесь такое, конечно, красивое было ущелье. Такое, ну, как называется, ущелье, как называется, каньон. Ну, между двумя зажатыми, то есть мы практически, в принципе, наверх не поднимаемся. Мы все время едем внизу. Почему? Поэтому, как эта дорога вся разбита, здесь очень много воды. Все время, когда идут дожди. В общем, раздолбают. Ну, и плюс строительная техника, конечно, тоже размачивается эта дорога. Как говорится, размачаливается тоже очень сильно. Смотрите, все просто все. На протяжении всех шестидесяти километров. Копано, перекопано, перелобачено и все остальное. Причем, я думаю, что как только они эту дорогу полностью завершат, от Тбилиси до Батуми, это, конечно, плюс. Настолько пойдет здесь большой поток туристов и путешествующих. Все вот эта вот близлежащая инфраструктура будет, соответственно, хорошо развиваться, что прям это правильно, это молодцы. Вон здесь просто едешь, как на строительной площадке. Но, в общем, процесс идет. Да, конечно, сейчас все это очень некрасиво, не эстетично, не симпатично. Но, в общем, я думаю, что в процессе, потом, когда все это завершится строительство, это, наоборот, будет. Вот. И мы уперлись в очередного бум-бум-бум. Вот. 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 И, соответственно, это все потом, естественно, как говорится, зарастет. Все то, что разрыли эти красивейшие холмы, как говорится, на предгорье, горы эти все, все зарастет, все заживет и будет потом, конечно, очень здорово и классно все это выглядеть. Вот. Поэтому надо немножко потерпеть. И потерпеть в том числе и, как говорится, нам, водителям, нам, туристам. Потому что вот я помню, что я пять лет назад здесь ехал. Здесь, ну, может, что-то и строилось, но вот я такого не видел. То есть где-то, видимо, что-то ковыряли, но здесь вот сейчас вот за пять лет, конечно, расковыряли капитально. Не знаю, сколько лет. Я думаю, что года три еще точно они здесь будут делать все это дело. Все зависит, конечно, опять же, от того, какие тут, как сказать, работы, какими силами ведутся. Но силами все-таки, мне кажется, не огромными. Потому что при всем при этом, что такое строительство может вестись практически круглосуточно, здесь такого нет. Но вроде как строят китайцы. А китайцы, ребята, упертые, и денег у них дохренища. Вот и денег, и ресурсы, и возможностей. Соответственно, надеюсь, что все они будут строить быстро, качественно и хорошо. Вон тут все иероглики китайские. Да, конечно, вот это объявление на грузинском и на китайском языке. Это ужас вообще. Выглядит, как будто сначала один ребенок что-то там накалякал, а потом другой ребенок просто типа каля-баля сделал. Смешно. Но при всем при этом главное, чтобы было эффективно. так, собаки, собаки, стоим, бабаки. Не хочу никаких собак бабак переехать передавить. Вот. Время у нас 6.56. Проехали мы пока на мало, километров 60, наверное. Да. О, 80 километров проехали. Нам 15 километров до окончания вот этой вот всей трехомудии осталось. Вот. Соответственно, будем надеяться, что все пройдет нормально. 16 градусов у нас тепла. И да, вот я как и говорил, что немножко я нагнал. Пока что, во всяком случае, это неплохо. Время в пути. Показываю. У меня 21. Сколько я говорил? 45, по-моему. 50. Уже 21.23. Вот что значит, как говорится, не сильно загружена трафиком дорога, по которой я ехал, в принципе, достаточно быстро. Да, здесь, конечно, вот как я и говорил, я когда выезжал, подкачал колеса по трассе, это, конечно, зашибись. Машина едет хорошо. По России вот там сколько? Почти 2000 километров великолепно. Но вот здесь, конечно, на перекачанных колесах, я когда сюда ехал, я скакал тут прям как козел по кочкам. Даже немножко подспустил потом. Вот. По-хорошему, конечно, можно было бы подкачивать и спускать. То есть в первый день поехать на таких. Потом, когда при въезде в грузик где-нибудь остановиться, просто там на две минуты я потратил там подспустить, что называется, колеса. Здесь проехать на мягких. Вот. А при въезде в Турцию точно так же где-нибудь остановиться на заправке и подкачать их по Турции. Ну, честно было ли. Ну, на будущее надо будет иметь в виду, может быть, так и будет делать. Вот. Ладно. Дальше двигаемся. Слушаем аудиокнигу. Я наконец-то слушал до этого другие. Что-то как-то Акунина слушал. Такое себе просто масса. Не очень рекомендую всем. По сравнению с этим самым, с Фондориным это жалкое подобие. из тех книг, которые я написал. Или просто желание подзаработать денег, по-моему, было у него. Или просто, как говорится, ему сказали, слушай, давай напишем. Он такой написал. О, типа получилось. Замечает. Так, ну что, поехали. Поехали, поехали. Эх, все не поехали. Вот. Жалкое подобие. Заработать денег. Пытаться. Потому что, конечно, по сравнению с Фондориным, ну, такая, такая, такая себе. Чушня, чушня. Вот. Потом слушал. Вот, кстати, из тех книг, которые мне посоветовали тогда. Ну, ты что, будешь обгонять-то или где? Нерешительно как-то. Вот. Из тех книг, которые мне посоветовали подписчики мои. Или зрители, я не знаю, кто там все-таки. Из фантастики и фэнтези. Я вот сейчас слушаю с удовольствием Панова. У меня вот такая, как сказать, фантастика или фэнтези. Я не знаю, как это назвать. Короче, такого жанра книги нравится, когда вплетены какая-то фантастика в современный, как говорится, мир, который и как бы кажется, что вдруг такое действительно возможно. То есть это как теория заговора, рептилоиды и все остальное. Ну, не такое, конечно. Ну, в общем, то, что нельзя сказать точно, что этого не может быть. Вот. Ситуация вот такая. Вот. Слушаю я одну. И сейчас вот слушаю Маринину очередную там книжку. С удовольствием. Маринина, конечно, как бы там никто не говорил, что это там жвачка, чти вот такое себе. Это прям супер. Вот. Так что вот так. Продолжаем движение. Ну, в принципе, кстати, насчет аудиокниг. Если кто-то посоветует какие-нибудь серьезные книги, ну, не обычную классику, которую я всюду читал и слушал. Толстого. Ну, не всего, конечно, но я и Толстого много читал. Хоть там все говорят, вот, Война и мир. Я Войну и мир прочитал целиком. Не пченической обрезанной версии, а полностью книжку прочитал. Все четыре тома. Вот. Я и Лермонтова много читал, и этого Слава Тургенева читал много. Гоголя. Гоголя вообще всего, по-моему, прочел. Пушкина вообще всего прочел. Вот. Может кто-то посоветует что-то. Вот Достоевского, кстати. Вот. Достоевского. Я мучил-мучил преступление и наказание. Прямо со страшной ски. Мне не зашло. Можно попробовать еще раз. Интересные мысли. Достоевского все хвалят. И Мастера Маргариты. Я никак не. Я начинал ее раз пять. Просто какая-то чушня. Собачье сердце проглотилось. Причем до того, как посмотрел фильм Собачье сердце. Проглотил. Прямо со страшной силой. С удовольствием. А Мастер Маргарита мне никак не захотел. Не знаю. Не знаю. Ну, в общем, посоветуйте. Может что-нибудь серьезные книжки какие-нибудь. Которые там. Как сказать. Вот. Это вот. Да. Это книги. Да. Которые надо. Те современные книги, которые считаются. Ну, если не шедеврами, то очень-очень книгами, которые знаковые. Наверное, так назвали. Ну что, мы закончили быстрый участок на сегодняшний грузинский этап. И сейчас уезжаем на медленный. Вот. И нам сейчас 81 км перейти до крутого поворота. Ну, где-то там, видимо, крутой поворот. На Серпантине. Вот. Или на Серпантине. Нет. По-моему, не на Серпантине. Серпантино еще дальше. Короче. До... Как его зовут? Господи. До Владикавказа. До Лукойлова. В Владикавказе. Ехать нам примерно километров, наверное, сто шесть пятьдесят. Вот. И ехать мы будем долго и упорно. Не знаю. Сейчас. Хочу попробовать найти где-нибудь. Не знаю. Либо в кафешке остановиться. Либо в заправке. По-моему, тут и не будет сейчас. Чтобы остановиться. Сходить. Слить. Антифриз. Вот. Ладно. Продолжаем движение. Что? Время у нас восемь двенадцать. Московское. Девять двенадцать. Местное. Девятадцать градусов. На улице. Давай, что-то надеваем. Вот. И соответственно, соответственно. Что? Вроде пока все хорошо. Тут вот фу. Вайн роут. Винный роут нам не нужен. Так. И нам надо будет. Да. Еще хотелось бы, конечно, купить. Все закрыты, к сожалению, пока еще эти пекарни. Нифига нет нигде. Видно, что лежат какие-то хачапурки или еще чего-то. Но все это очень старенькое. Вот. И магазины тоже закрыты. Вот. Поэтому, к сожалению, сейчас надеюсь все-таки, что та вот пекарня, которая была на серпантине, работает. И я там лавашек себе куплю. Вот. Даже фастфуды все это закрыты. Вот. Так что вот так. Рассказать пока больше нечего. Дорожка, слава богу, прошла хорошо. Там кривые дороги мы проскочили быстро без трафика. Ну, соответственно, на автобане еще я на автобане. Выехал, поставил на этот скорость. Ой, господи. Ну да, объезжай-то. Умрешь сейчас, если направо-то соскочить. Вот. Поставил скорость на ограничитель и спокойно себе едешь. Блин, даже все рейстики закрыты. Не сходить, типа, покушать и, как говорится, слеть. Все, что нужно и не нужно. Ладно, продолжаем движение. Время, как я уже сказал. Ехать нам еще до дальней точки маршрута 780 км. Ну, в общем-то, и ничего. Страшного. Главное, чтобы на границе не было каких-либо проблем. Хотя, навигатор мне говорил, что до Владикавказа, до Лакойла 3,5 часа. Ну, 3,5 часа это 12. Да, около час мы там должны быть. Ну, около часа, значит около часа. Все, двигаемся вперед. Будем надеяться, что с границей проблем у нас не возникнет. Будем надеяться, что в горах проблем тоже не возникнет. И дальше едем, едем, едем. Погода пока, к сожалению, такая немножко пасмурная. Поэтому не знаю, как будет виды в горах видны. Но будем надеяться, что нормально. Все, пока так. Ну что, мы углубляемся в ущелье Кавказа. В процессе углубления пытаемся не оторвать все колеса на вырезах асфальта. Что-то меня, честно говоря, напрягает, что вообще машина не едет. Не в ту сторону и обратно. Что-то там через два на третью. Непонятно почему. Ну, как говорится, мало ли. Может действительно сейчас такой маленький поток на границе идет. По-хорошему да, потому что куда народ еще? В Грузии уже холодно, народ уже едет в тепло отдыхать. Погулять в Грузии уже сейчас никого не выпускают. Ну, не погулять в смысле, а потусить. Наверное, уже сейчас никто не едет, потому что лето прошло. Те, которые, как говорится, убежанцы были. Убежанцы все уехали по возможности. Кто хотел, кто, как говорится, не хотел. Кто могли за жопку взять. Соответственно, не поехали. Вот. И, наверное, может так и есть. Но просто что-то очень мало машин. Я бы по сравнению с тем, как я ехал тогда. Сейчас прям... Так, а сегодня какой день не едет? Может потому что сегодня пятница, да? Так, я ехал среда, четверг, да, сегодня пятница. Не знаю. Может просто потому что рано еще утро. И типа еще никто не созрел куда-то ехать. Вот. Но будем надеяться, что все будет складываться в хорошем направлении. И что отсутствие народа это просто потому что народ отсутствует. Потому что никому не надо. Но надо только мне. Ой, ой. Конечно, дорога такая. Машину очень жалко. Но я стараюсь ехать как можно более аккуратно. Вот. Что сказать про Грузию. Про проездку туда, про поездку обратно. Ну, пока, как говорится, пока что-то, конкретная мысль сформировать особо не получается. Потому что, в общем, Грузия у нас получилась так транзитной страной. На два дня неполных. Вот. В связи с чем могу сказать, что... Да. Почему-то, кстати, в этом ущелье очень много, скажем так, антироссийских надписей, раскрасок и тому подобное. Не знаю почему. Вот именно сейчас. То есть где-то в Батуме этого нету. И в Тбилиси или по дороге в Тбилиси нету. А вот здесь почему-то очень много. Все эти. Фак-фак. Тара-та-та. Ну, это уже как бы на их совести. Ради Бога. Вот. Да. Что хотел сказать. Закрыты все пекарни. Надеюсь, что эта пекарня будет все-таки работать. И там будет свежий хлебушек. Туда мы доедем, я думаю, не раньше, чем через час. Вот. Процесс у нас, как говорится, движется. 8,53-15 градусов. Ну, погодка такая себе. В Кавказе сегодня дождь, я смотрю. Поэтому я думаю, что там дальше, после перевала, мы ляпаемся в дождевые облака. Ну, оно и может быть проще. И ничего. Так, с другой стороны, что тормоза не будут так греться на спуске. Хотя там, конечно, только на тормозах ехать нельзя, но все равно. Вот. И что еще про Грузия? Грузия великолепная, приветливая, вкусная страна. Хочется сюда приехать действительно как-нибудь на пару дней. На тройку. Вот. Причем я даже в Батулку больше хочу, чем в Белисси. Белисси я погулял. Ну, типа, да, прикольно. Вот. Кутаиси, не, не хочу. Кутаиси какой-то очень такой, как сказать, мрачный город. Такой, унылый, если честно говоря. Может быть, я, конечно, не попадал куда-то в более веселые места. Но то, что я увидел, в Кутаиси очень уныло. Все. Грязные дома. Не, как сказать. Может быть, там, конечно, погода такая, что дома вынуждены быть не очень приветливыми. Потому что дождей много. Потому что так, как говорится, сверху льет дождь как-то. Ну, немножко осадки и грязь вот тогда оседает. И сделать веселого там, веселенького цвета дома не получается. Может быть. Вот. Но, не знаю. Пока что, вот я говорю, в Кутаиси я не глянулся. Вдохнул я нормально, поспал, все хорошо. Вот. Но так, чтобы приехать в Кутаиси показался. Не, не хочу. Вот. А вот в Батуми я бы с удовольствием, наверное, скатался. Вот. Потому что там мне прям понравилось. Там, во-первых, действительно и русскоязычных много, и такая шаурмана. Боже мой. Это что-то с чем-то. Вот. А то, что там говорят и в ресторанах о шикарной хинкале, и все остальное тоже. Это тоже отличный повод, куда лишний раз скататься. Потому что, как говорится, гастрономические туры, это мое. Вот. Ну, не знаю. Может быть, действительно как-нибудь съездить там пару дней в Батуми потусить. Потом вот на каких-то черноморских, турецких городках тоже потусоваться там. Посмотреть, как все это делают, что ли, где и как. Вот. А может и нет. Не знаю. Посмотрим, как будет жизнь склониться. Ладно. Продолжаем движение. Двадцать семь километров там до какого-то поворота. И, я так понимаю, сейчас скажу, сколько у нас получалось там. Девятьсот. Двадцать пятьдесят. Двадцать семьдесят. Ну, где-то, наверное, сто десять, я так понимаю, километров до Владикавказа. Будем надеяться, что на границе долго мы не простоим. Вот. Семьсот тридцать километров нам показывает еще до дальнего нашего. Кстати, не посмотрел, а сколько до ближнего. Насколько это дальше. Кадров двести там, мне кажется. Разница. Вот. Ну, посмотрим. Ладно. Продолжаем движение. Бережем машину, бережем колеса, бережем диски, бережем подвеску. И наслаждаемся видами вокруг. Они, конечно, не очень пока такие, как сказать, веселые и жизнеутверждающие. Потому что достаточно все такое. Пью. Дождики, туман, облачка. Все время же быть, как говорится, в ясной солнечной погоде. Это Грузия. Здесь часто бывает пасмурно. Часто бывает дождь. Не талик, если бы солнце светит. Ладно. Все. Включаемся пока. Ну что. Мы въезжаем на Серпантин. И теперь начинается самая красота. Вот. Ну и самая, конечно, геморройная дорога. Здесь я, к сожалению, уперся в трех ребяток. Причем все с московскими номерами. Вот. И, я так понимаю, поеду за ними. Потому что машинки у них неплохие. Первая только идет. Что-то еле-еле. Что-то сам. Mazda. CX5. Вот. Эти за ней и пилят, и пилят. Такое ощущение, что они вместе едут. Вот. И мне, видимо, придется за ними ехать долго и упорно по всему терпантин. Вот. Так что вот так. Ладно. Продолжаем движение. Крутой поворот направо. Едем по хорошему, красивому. Сейчас сколько? Че-то полтора. Ага. По красивому серпантину. Виды, конечно, сумасшедшие. Че-то горито, ще-то маргаритто. Да-да-да-дам, ба-да-дэ-дам. Ба-да-да-дам. Ба-да-да-дам, ба-да-да-дам. прям музычка навевает не знаю, посмотрю может быть, положу такую музычку здесь, короче двигаемся дальше сейчас самый-самый-самый у нас серпантин назревает, надеюсь что камера у нас пишет камера у нас пишет блин если сейчас пропадет, я просто заплачу если сейчас пропадет какое-то видео, ладно, все продолжаем движение, пока